Дворняга Кефир дружелюбная только на первый взгляд. Местные жители рассказывают, как однажды пес чуть не разодрал ребенку лицо. Дети боятся одни выходить на улицу. Собаки здесь сбиваются в стаи, самые агрессивные регулярно нападают, кусаются. Родители, как сказать, встречают и провожают детей в школу. Они здорово налетают. Мало того, что они еще на людей кидаются, но они еще и кошек грызут. Причем у многих псов есть хозяева, рассказывают местные жители. Правда, за животными они не смотрят. Например, породистый тобик с документами и родословный давно живет на улице. Хозяин домой собаку не пускает. Проблема с бродячими животными. В Удмуртии с приходом весны обострилась. Заниматься отловом некому. В Завьяловском районе подрядчика искали даже в соседних регионах. Не нашли. Заключили договор с волонтерами. Добровольцы должны отлавливать собак, стерилизовать, перевивать от бешенства и возвращать обратно. Но здесь возникли проблемы. Из практики, которая была буквально этой недели, потому что они выезжали на заявки на отлов животных. И это оказались именно хозяйские собаки, находящиеся на самовыгуле. Это животные, которые имеют владельцев. Но владельцы которых безответственные. Безответственных хозяев будут наказывать рублем. Самовыгул запрещен республиканским законом. Штрафы для частных лиц от 1000 рублей до 2 юридически заплатят от 15 до 30. Специалисты говорят, сложно. Нужно найти хозяев и доказать, что собака на самовыгуле – это не случайность. Но можно. В прошлом году в Удмуртии вынесено почти 500 постановлений. В этом может быть больше. Если граждане замечают или фиксируют на фото и видеофиксации, что собака гуляет как минимум дважды, то есть уже мы не можем говорить о том, что собака убежала. И это действительно гражданин допускает самовыгул. Вот направляются материалы для рассмотрения. Получается опрошенных опрашивают и жителей, которые заявляют, и ближайших соседей, к примеру. Кстати, отдел полиции Завьяловский нам в этом способствует, помогает установить собственника. И вот таким вот образом, получается, дело оформляют и наказывают, привлекают. Ведслужбе призывают владельцев четвероногих не отпускать животных на самовыгул, гулять с ними только в разрешенных для этого местах, на поводке и в наморднике, жителям частного сектора держать на цепи или в вольере. И помнить, собака бывает кусачей не только от жизни и бродячей. В ветеринарной службе посчитали, большинство травм нанесли прохожим в этом году домашние собаки, находящиеся на улице без присмотра хозяев. Анастасия Редько, Василий Хохряков, Новости.